Всем привет! Всем привет! С вами Маша и Денис. И сегодня у нас, догадайтесь, какой челлендж. Вы просто догадайтесь, ладно, просто посмотрите в название. Да, у нас сегодня снова телепатия. Кстати, я надеюсь, вы заметили то, как часто мы начали снимать этот челлендж, потому что я получаю такую невероятную отдачу от вас под подобными челленджами. Вы пишите то, что еще хотите телепатии, собственно говоря, получайте. Я так посчитала, что за последнее время вышло где-то 3, наверное, это 4 или 3 телепатия. В общем, если вам нравится телепатия раз в неделю, то ставьте лайки под этим видео, и мы будем снимать подобные челленджи чаще. Ну а теперь давай переходить. Погнали! И на первом раунде у нас уже, можно сказать, традиция. Это выбор тарелочек, в которых мы будем делать слайм. Кстати, на этот раз у нас есть 2 новые тарелочки. Это вот такая вот плоская и вот такая вот супер-пуперлегкая. Вы даже не представляете, какая она легкая. Она вообще как кружка. Да. Это же легче, чем кружка. Да, кстати, реально прикол такой. Между прочим... Я знаю, что я хотела сказать. Я хотела раскрыть секрет, где я купила эту мега легкую тарелку. Как вы думаете? Честно, я не хотела произносить это вслух. Думала, самые-самые преданные подписчики напишут в комментариях. Ну ладно, Денис вам рассказал все карты, поэтому, знаете, вот эту супер-тарелку я покупала именно там. Но сейчас Денис приходит мне сюда в гости. Обычно он ко мне, я, вернее, к нему прихожу в гости, и мы скидываем все. Я хотел сказать, что я там запекаю потом, и там не будет названия, а вы должны указать. Ну ладно, иди сюда, будем скидываться. Денис разрушил нашу стену. Раз, два, три. Ес, я тебя побила, вы представляете? Это, наверное, первый раз за долгое время я выбираю низку, в которой буду делать слайм. И я выбираю вот эту. Я готова. Ты выбираешь вот эту. Я выберу. И мы не будем, конечно же, смотреть, чтобы было интересно прям до конца видео. Все, переходим ко второму раунду. У нас второй раунд, и на втором раунде у нас клея. У нас есть два клея из Ашана, есть вот такой вот. В общем, у нас есть два клея из Ашана. Это вот такой вот белый клей и прозрачный клей. И третий вариант, это клей Эрих Краус. И сейчас должен выбрать. Денис, а я должна отгадать, так что давай. Я выбираю вот эту. Отгадай. Ты выбрал уже? Да. Быстро. Я думаю, что Денис, наверное, выберет вот этот клей. Не знаю, по крайней мере, мне так кажется. Мне кажется, ты будешь любым. Ты открываешь уже? Да. А что, нельзя было? Я безумно открыл. Ого, как ты так это сделал? И подиваешь, безумно открываю, наливаю. Не, у меня так не получается. У меня сейчас он начнет издавать звуки. Ой, у меня телефон начал издавать звуки. Как бы все нормально. А теперь и клей начал издавать звуки. У нас почти одинаковые звуки. Мне кажется, из любого чубика должны пылиться одинаковые звуки. Нет? Разные? Ладно, я вот так клей поставлю, чтобы он вытекал. Кстати, я тоже. Тарелка у меня позволяющая. Тарелка позволяет. Уже интересно. Все, готовь переходить к следующему раунду? Да, да. Переходим к следующему раунду. У нас третий раунд. И на этом раунде у нас очень много клея. Я безумно рада, что сейчас выбираю я. В общем, у нас есть клей вот такой вот. Я себе забываю, как он называется. Называется Тоди. Я его заказала в слайм-дизайн. Далее это момент столяр. Огромная просто упаковочка. И есть вот такой вот интересный клей. Здесь два тюбика клея. Еще здесь ходит баксик. Как бы все нормально. Итак, я выбираю. И я выбираю. Сейчас Маша выбирает. Что же Маша выберет? Все прекрасно знаем. Да реально что ли? Я выбрала. Давай ты тоже выбирай. Выбрал, показал. Показал? Так. Показал, да? Да. Ё-моё, походу не отгадал. Я поэтому тебя много раз спрашивала, показал ты то, что я выберу или нет. И вот такие вот дела. Вау. Все, я добавил. Блин. Он может вызвать энергетический ряд. Кто? Написано на клее. Какой? Вот этот вот ты взяла. Блин, жесть. Короче, какой-то он надо. Какой-то он химический. Да, не берите его, не покупайте. Может, он вообще не работает, я не знаю. Ты добавила там, нет? Я добавила, все. Просто это было очень долго, теперь я готова. Переходим к следующему. Все, переходим к следующему раунду. И у нас третий раунд. Четвертый. А, четвертый раунд. Четвертый раунд у нас. На четвертом раунде у нас вот клей такой уху. Кубик. И клей без названия. Атаник. Я его называю клей без названия. И в этот раз выбираю я. Да. Я выбрал. Чего? Все выбрал? Да. Уже можно, да? Я думаю, то, что Денис выберет. Ты мне посылаешь свои лучи телепатии? Или нет? Или антителепатии? Все, послал. Реально? Но мне кажется, что нет, я сейчас выберу не то. Что, открывать можно, нет? Да, давай. Я думаю, вот это. О, я не угадала. Ну, в общем, я думаю, то, что Денис выбрал это. Но, судя по тому, что он уже все заливает, я не отгадала. Не, ну я зато все по-честному. Я слышу то, что у тебя там пшик-пшик идет. Слышу то, что ты не распакала. Я не стала менять свое мнение. Хотя могла. Напишите в комментариях. Так, вот сейчас я отгадала или нет? Типа он этот клей взял или все-таки вот этот? Будет прикольно. Если все-таки вот этот, а нет. Типа ты вообще мне плохие эти шлешь. Волны телепатии. Все, я готова. Переходим к пятому раунду. Ну, у нас шестой раунд. Точно шестой? Не знаю. В общем, не важно. На этом раунде у нас есть огромный выбор всяких мыльных штучек. Это детский шампунь, во-первых, с миньончиком. Здесь аромат яблочко. Далее гель для душа фа, который называется ночи ипанемы. Ипанема, реально, да. Ипанемы с экстрактом гуараны. И еще есть фа с такими фламинго. И он тоже вкусно пахнет маракуйей. Сначала надо понюхать. Я, кстати, на этом раунде выбираю. Ты в курсе, да? Черт. Офигеть. Я на этом раунде выбираю, так что мне безумно... Ограниченная серия. Блин, круто. Все пахнет, очень круто. Вообще классно. Но, честно, мне миньончик не очень нравится. Он вкусно пахнет яблоком, но настолько химозным. Ну, не, ну вкусно. Безумно вкусно. Но скушать яблоко не хочется. Ты отговариваешь, не? Так-то... Не-не-не. Я его выбираю. Не знаю, что я выберу. Я сейчас скажу вам. Я еще раз хочу понюхать вот это. И хочу понюхать вот это. Я готова. Ладно. Ну что, ты готов? Все, давай. Я показал. То, что я выберу. Да. То, что... Я выбираю вот это. И могу наливать, да, уже? Ура. Блин, что ты тут нафига налил? Ой, я тоже, прикинь. Я тоже разошлась. Наверное, одну четвертую бутылки я точно отлила. Ну, посмотрите. Ну, красиво, красиво выглядит. А у меня тоже красиво. Как будто прям... Не спались. Не спались. Да, это будет вообще. Мы постоянно палимся. Все, ты готов? Я готов. Переходим в следующий раунд. И у нас уже какой-то раунд. И в этом раунде любимые ингредиенты Маши. Это масло и присыпка. И... Гель детский. Давай заново. Детская гель-пена для душа, чтобы вот прям стопудово... Детская гель-пена для душа. Прочитать вам название. Вкусно, кстати, пахнет. Вау, вообще прикольно. И масло. Масло не очень вкусно пахнет. Обычное растительное масло. Да, оно запаха, да, у него нету, прикол. Оно, наверное, противоаллергенное какое-нибудь. Ты выбираешь, да, сейчас? Да. Ну, выбирай. Интересно, что же выберет Денис. Присыпку детскую, которую он просто обожает. И, кстати, давно не выбирал, да? Ну да, наверное. Либо же масло детское. Интересно, какой ты хочешь слайм? Супер такой пушистый, немножечко матовый, либо же супер глянцевый. Я выбрал, все. Уже? Да. Подожди, не открывай пока. Либо это, либо это. Здесь два пути. Я думаю, что он выберет вот это. Ты, все, открываешь? Давай, раз, два, три. И нету никакого звука. Блин, я не отгадала, короче. Сто пудово. Ну да ладно, зато у меня тут будет эпичненько, наверное. Эпичненько. О, прикольный запах. Я ни разу даже не пожалела пока что. О своем выборе, между прочим. Так что... Сейчас покажу, что получилось у меня. Погодите, сейчас спецэффекты у меня пройдут здесь, которые... О, я только что себе устроила, какой-то травой пахнет. Типа чередой какой-то, я не знаю, в общем... А, здесь, наверное, написано. С оксидом цинка. Ну, это явно не то. О-о-о-о-о, я читаю. Я понял, что ты... Ну, блин, это и так понятно. О, смотри, 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 смотри. Смотри. Борная кислота. Я угадала, представляете, здесь содержится масло канаткой мяты. Я такая думаю, блин, какой-то мятой пахнет. Думаю, ну что за бред, добавлять сюда мяту. Думаю, наверное, какая-то другая трава пахнет просто похожим каким-то ароматом. Но нет. Прицепка горит. Ладно. Все, переходим к следующему раунду. Ну, а на этом раунде у нас следующее есть черная пена для бритья. Вы представляете? Она черная будет? Да я не знаю. Ну, по крайней мере, упаковка черная. Написано, пена для бритья, чистое и комфортное бритье. Это развод. Активным углем. Ты уже проверил? Да. Далее есть детский гель-шампунь, ягодный шторм. Но самое главное, вы понимаете, почему он оказался здесь. Это миньончик. Ну, и, конечно же, вот такой вот, снова не то слово подобрала, вот такая вот пена для бритья. Ну, я думаю, вы привыкли, да, что я мужской род с женским постоянно путаю, как бы нормально. Пена у меня она, там, что-нибудь пересыпка, это он. Короче, это норма. Я все, короче, посмотрел. Ну, вы поняли. Все открыл. Ага, все понюхал. Все чуть-чуть добавил. Реально? Ну, я просто посмотрел, я не добавил. Тут реально... Ладно, ладно. Я думаю, можешь себе тоже добавить. В этом раунде выбирает Мариэ. Да. Я не хочу себе все добавлять. Единственное вопрос, у меня был запах вот этот вот. Блин, я так разочаровался, что пена черная вообще. Ну, так-то да. Я выбираю. И я выберу... Написано с активным углем, а где уголь-то? Ну, внутри где-то. Видимо, белый, есть же белый уголь. Не написано же, что типа с активным черным углем. Просто сделали хайповую черную упаковку, типа. И чтобы я повелся и купил. Да. Я почти повелся. Ты повелся и купил, по факту. На самом деле, я повелась и купила. В общем, я выбрала уже, между прочим. Так. Ты выбрала, да? Да. Ну, давай, выбирай быстрее. Ладно. Что добавлять? Все, выбрал. Раз, два, три. Возможно, ты даже угадал. Кстати, ребят, хотела показать. Блин, так-то темное. Смотрите, как красиво. О, ты спалился. Блин. Зачем ты палишься? Я не понимаю. Зачем ты говоришь? Я от впечатлений. Короче, ты не ожидал, да? Я добавила, кстати. Не буду тебя расстраивать. Но я выбрала другое. Я тебе могу показать. На. Она серая. Спасибо большое. Хорошо, что не на голову, знаешь. Ну, извините, старался. Мне теперь придется идти мыть руки. В общем, ладно. Да я вот так размазывал и все впитал. Типа как крем. Все, переходим к следующему раунду. У нас следующий раунд. И в этом раунде у нас вот такие вот дели. Гель с блестками. Желтый и оранжевый. И гель с перламутром. И в этот раз выбираю я. Ты забыл сказать, что он бирюзового цвета. Ну, ладно. Между прочим. Очень красивый. Я выбрал. Я думаю, что Денис выберет вот эту штучку. Я открываю уже. Ну, в принципе, они все одинаково. Открываются одинаково. Единственное, что... Я не знаю, что я хотела сказать. В общем, не важно. Я уже добавляю. Я добавляю. Это самое красивое, что здесь есть. Не, ну, красиво-красиво, согласен. У меня тут спецэффекты еще за счет... Ну, вы понимаете, чего. Смотрим. Дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан-дан. Блин, прикольненько. Я бы даже, наверное, вторую упаковку добавила. Была бы моя воля. Я готова. Здесь прикол. Здесь баксик, там баксик. Прикольный прикол. И здесь баксик. Все, переходим к следующему раунду. В общем, и у нас следующий раунд, и в этом раунде у нас такие блестки, вот такие блестки и пигменты. Ты выговорился? У Дениса был тест на скорость говорения только что. В общем, надеюсь, вы все поняли. Но с блестки есть сухие, есть блестки в тюбиках вот такие вот, и есть пигмент перламутровый. Выбираю я, так что я сейчас такая на энике-боинке что-нибудь выберу, потому что я хочу сразу все добавить, потому что вы знаете, что я люблю блестки, люблю блестяшки, люблю перламутровые слаймы, мне уже плохо, мне уже течет, мне кажется, вот так вот слюна. Но я должна определиться. Ты что, уже открываешься, думаешь... Что вообще ничего не делал? Знаешь, что такое, как будто звук был такой. Ну, короче, вот сейчас. Блин, неважно, не слышно было. Я выбираю вот это. Я готова. Подожди, я подумаю. У меня тут подстава. Что, открываем? Ты готов? Раз, два, три. Мне сейчас нужно будет сюда отъехать. Понятно. Походу, Дениска не отгадал. Смотрите, я вооружилась такими штучками, которые называются ножницы, и буду добавлять вот это. Ты не отгадал, да? Нет. Хо-хо-хо-хо-хо. Как ты мог подумать, что я могу выбрать здесь что-то другое здесь же просто? Тьма блесты, че-то. Я понимаю, конечно, что я могла выбрать и это. Да, блин, я тут бы все добавила, честно. Была бы моя воля, я бы все добавила. Я готова. Что, ты кто-то добавил, может? Я все добавила, да, мне кажется. Я тоже все добавил. И переходим к следующему раунду. У нас здесь подстава-подстав. Потому что вы просто зацените количество бусинок, которые сейчас находятся у нас на столе. С моей стороны, со стороны Дениса. В общем, у нас здесь три набора бусинок разного цвета. И нужно выбрать реально один какой-нибудь набор и добавить хотя бы одну штучку кугленькую штучку. Это просто, короче, капец. Выбираешь ты, да, на этот раз? Ух, а ты уже выбрал. Я уже выбрал. Я думаю, что Денис будет склонен. Блин, я не знаю, тут цвета так-то разные в виде. Мне кажется, они неплохо будут смотреться. Окей, я думаю, что Денис, наверное, выберет вот это. Либо вот это. Вот эти, я думаю, он не выберет. Вот что-то либо эту упаковку, либо эту он выбрал. Но я больше склоняюсь к этой. Да если он все-таки выбрал эту, пишите в комментариях хэштег Маши. Лузер. Клаша. Так и пишите. Маша Клаша, там ты лузер. Что, добавляешь? Да, я открываю так. Я, наверное, добавлю одни. Вот такие вот красивые. Ой, капец, ты скотч, да, еще все так замок. Я думаю, вообще там максимальная защита. Полгода просто распаковывать будешь. Вау, прикольно. Надеюсь, эти бусины не будут очень противными и не будут выпадать, когда мы сделаем с вами. Да, согласен. Да, переходим к следующему раунду. И у нас какой-то раунд, и в этом раунде выбирает Маша. И здесь у нас, между прочим, очень важная... Важная? Важный выбор. Я хотела ты их спичи. Да, у нас, Лавки, здесь три цвета. У нас очень важный выбор. И они все разные. Сера... А, нет. А это зелёная краска? Зачем я повторяю за тобой слова, я вообще не понимаю. В общем, красная акриловая краска, потом синяя мыльная краска. И зелёная краска, очень яркая, красивая, красочная. Она, я не знаю, наверное, всё-таки да, но она очень-очень яркая и вообще классно красит. Ну, не знаю, зелёная ещё не красила, вообще, по идее, класс... Вообще, по идее, классно будет красить. Да, вы меня поняли. Итак, я должна сейчас выбрать какую-нибудь краску. Мне кажется, я уже выбрала. Я уже выбрала. Круто, я тоже. Тоже, реально? Ну, в смысле, ты за меня выбрал? Да. Ты думаешь, что я её возьму? Да, стопудово. Ты уверена, все 100%? На 300-500. Я её взял, пока ты ещё ничего не придумал. Серьёзно? Да. Риал, мне кажется, ты не угадал. Не знаю, почему ты так кажется. Я прям уверена в этом. Я добавляю. Я всё добавил уже. Это сильно забьётся. Ну, я не могу звуки эти предотвратить. Никак. Всё, я всё добавила. Представляете, ещё. А слава и портится? А как он может испортиться? Разгустеет он. Не-е-е. Ну, бывает, разжижает, бывает какая-то краска, чтобы он загустевал от цвета. Я с таким ещё не знала. Разгустеет, я сказала. А, ты разгустеет, я сказала. Ну, типа станет жидким. Разгустеет, да. Таким, такое может быть. Я думаю. Всё. Я добавил-то, добавил. Да, я тоже добавил. И мы перегибаем к следующему раунду. И у нас, как оказалось, это последний был раунд. И мы просто активатор идём. Салют! Петарды! Хлопушки! И взрываем в честь этого. На самом деле, просто делаем по активатору. Дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам-дам. И, наконец-таки, скрываемся. Сносим эту стену. Нет, ну аккуратненько убираем. Почему? Ты чё слизывал мой слайм? Я в шоке. Чё-чё у тебя воняет там? Офигеть, у тебя такой же гель для душа. У тебя краска голубая. У тебя чё, чёрный, что ли? Чё, чёрный. У тебя гель для душа какой? Синий. Гель для обреца у меня белый. Нет, не чёрный. А ты чёрный выбрал? Да. Смотри, она серая стала. Прикольно. Реально, я проверил. Ты даже бусины, походу, такие же добавил. В смысле, я отгадала. Да, да, да. Офигеть! Короче, вы там посчитаете и напишите счёт. Единственное, что у меня были блёстки, а у тебя есть... Кто выиграл? А у тебя не было блёсток? У тебя были блёстки? Нет, нет. Ты выбрал пиламутер? Я выбрал пиламутер. А, выбирала блёстки я, да? Как будто каша ванная. У меня тоже, смотрите, как это вообще всё странно выглядит. Я в шоу. А клей какой выбрала? Клей я выбирала следующий. Слайм дизайн? Нет. Слайм дизайн я выбрала. Не было. Нет, я такой не брала. У меня такого не было. Я не помню. Как ты такого не было? Ну, в смысле, я не добавляла слайм дизайн, я выбрала какой-то другой, потому что я не захотела. Я не помню, что там было, если честно. Нет, не момент. Какой-то третий, который был. А, а-а-а. Да ты чё? Я не помню уже. У тебя там чё, геркулес, что ли, в голове? У нас такого не было. Смотри, смотри, каша майонезная. В общем, я выбрала на том раунде. В общем, не важно. Майонезная. Почему у тебя так всего много, а у меня как будто всего намного меньше, чем всё. Я просто сюда погулял помногу. У меня вообще что-то всё прям. Всё, давайте, хватит болтать. И давайте начинать активировать. Ты знаешь, на чё похоже на пирог? Маник. Короче, что активировать будем аккуратно, чтобы не переактивировать. Страшно, да-да-да. У тебя похоже на разжижённую зубную пасту. Ну, короче, она очень жидкую. Да? Капец, такой цвет ненасыщенный. Вы видели, я добавила весь чубик. Говнистый вообще. Сам ты говнистый. У меня говнистый, у тебя красивый. У меня нормальный хотя бы такой говнистый. У тебя хороший слайм. Как ты думаешь? У тебя хороший слайм красивый. Твою такой, Маша, красивый слайм. Ты чё? Ты больной, что ли? Нет, конечно, всё подумаешь, что мы это видео 8 марта снимаем. Нет. Ты типа стал добрым. Ты чё, такой красивый слайм. Знаешь, ты сейчас, короче, растаешь, у тебя слаймы повышенные. И я выигрышем буду. А я думал, ты комментарии почитал. Что типа все бесятся, что ты говоришь, что у меня плохие слаймы. И решил в этом видео сказать много раз, что у меня хороший слайм. Бить, да? Да, да, да. Вы понимаете, да, что он специально так говорит, чтобы вы написали в комментариях, «Ой, у тебя такой хороший слайм». А у Маши плохой. Нет, я на самом деле из-за комментариев говорю, просто у Маши хороший слайм. Цвет у неё хороший, приятный. Текстура хорошая. И блёстки смотрятся. Что-то как-то звучит с подвохом, знаете. Смотрите, как у меня растягивается слаймик, пока там Денис мучается со своим. О, боже, всё, вот. Классно, хрустит. Да чё он жидкий такой? Вот так вот кликает, не очень хорошо. Слаймик, не настраивает. Давайте поддержим все Дениса в комментариях. С ризом его даже пузыри дуются. Это просто, это высший пилотаж, да. Ладно, у меня сильно получился флаффи слайм, потому что я дофига добавил пены. Но, не что, блин. Растягиваем и рвётся. Нифига себе. Да так-то он у тебя колоснее растягивает. Класс, да? Смотри, классно. Ты хотел запоганить мой слайм. Видели его попытку? Давайте ещё раз. И теперь хрустим. Что-то не хрустит. Вот так хрустил до этого. У меня даже надулось чуть-чуть. Ладно, давайте сделаем розочку. Не будем сильно хрустеть. Что-то он у меня, знаешь, как будто жижа становится. У тебя нет такого? Ну, типа он прилипает к рукам как будто сильно. Не, нормально всё. Воу. 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 А я зато вам призналась честно, что он как будто немножечко прилипает к рукам. Ну, слайм фиговый. Да ладно. Плафи слайм. У меня тут бусины выпадают. Давай меняться. Маленечко. Сейчас розочку сделаю. Походите, смотрите. Они настолько у нас сильно похожи, что я вообще в шоке. Но у тебя всё равно. Ого. Чё, зажалею у тебя? Ой. У тебя такой приятный. Слайли сдержался. Такой приятный слайм. У тебя плотный слайм. Ну, у тебя клей другой. Классный. Не, у него реально хороший слайм. Он так жаловался на него. Бульбит хорошо. Ой, рвётся. Ну, это так и надо. А бусина взлетает, так надо. Не, ну бусина не надо. В общем, я тебе ставлю твоему слайму 10 из 10. Это же неправда. Да что, 10? Я поставлю себе 50 из 10. Ничего страшного, что он прилипает к рукам. И метнит мои руки. Ну и ладно. Блин, простите, метнит. Просто занесите это в свои слова. Тут, 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 фраза. Метнит руки. Словарь Дениса, метнит руки. Короче, слайм, вышка, топчик. Вообще, выше всех похвал. Мне очень понравился. У Дениса, по правде говоря, слайм получился на этот раз лучше. Ну, а вы голосуйте в комментариях, какой он вам, он вам. Какой он вам? Какой он вам тянется в этом челлене. Мне только понравился больше. Короче, говорю, В общем, реально голосуйте в комментариях, какой слайм вам на этот раз понравился больше всего. Денисова слайм, либо же Машина слайм. Какой? Машинаова слайм. Ну, а на этом челлендж подошел к концу, если он вам понравился, не забывайте ставить большие пальчики вверх, подписываться на канал и писать в комментариях, метнит, метнит вам руки ваши слайм, либо же не метнит. И заводите словарь, посвященный Денису, это будет очень прикольно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, а мы вас очень сильно всех любим, увидимся совсем скоро. Расскажите всем, пока. Пока.